Ольга Владимировна, рад приветствовать. Здравствуйте. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а к чему, ну, чем это вызвано? Что стало триггером? Что привело к подобным решениям российских властей? Ну, вы все правильно сказали. Не хватает кушечного мяса. И население сокращается. Количество умирающих превышает количество рождающихся. Ну, а в Кремле ничего лучше, кроме как заставлять, буквально заставлять людей рожать, не придумали. Потому что то, что сейчас происходит, это просто какая-то фантасмагория. Когда среди студентов распространяют всякие анкеты, когда они начали половую жизнь, не страдают ли они венерическими заболеваниями, сколько менструаций, извините. То есть, ну, то есть, это просто, это даже в Советском Союзе такого не было. Вот, честно могу сказать, даже в Советском Союзе такого не было. Там просто был налог на бездетность, который платили мужчины все, а женщины не замужние, кстати, а вовсе даже не все. И поэтому, в этом смысле, путинские пошли далеко за, ну, как бы, опередили уже давно с советскую систему. Возможно, буду заниматься, ну, тщетными делами, искать логику в подобного рода решениях. Но, тем не менее, это же нелогично. Те дети, которые родятся сейчас, ну, там, через год, да, допустим, я очень надеюсь, что не станут больше пушечным мясом. Ну, поскольку после 18-ти их можно будет призывать в ряды армии оккупантов. А к тому моменту, надеюсь, не будет армии оккупантов. Тогда что это? Это попытка закрыть глаза людей на другие существующие проблемы? Мы создать им невыносимые условия для того, чтобы они продолжали прессать под дудку Кремля? Ну, логику найти действительно невозможно. Более того, российские власти врали всегда. У меня сын 1984 года рождения. Ельцин обещал, что в 2000 году у нас уже будет армия непризывная, контрактная. И я так рада сейчас и думала, вот, меня уже это не коснется фига с двадцать. Наступил 2000 год, пришел Путин, и никакой контрактной армии так и не появилось. По-прежнему оставалась призывная. Если сначала еще там хотя бы укорочивали срок, и вроде как были какие-то движения в сторону либерализации, то сейчас это просто какой-то мрак и ужас. И если вспоминать, что происходит, то сейчас даже заканчивается то бронирование, которое происходило в начале полномасштабной мобилизации. Потому что, хоть Путин ее называет частичной, на самом деле она вовсе не частичная. Кого захотят, того и заберут. И до сих пор кого захотят, того и заберут. И, соответственно, сейчас броня заканчивается. Что будет у тех, кого бронировали раньше, совершенно непонятно. Поэтому, да, вот пока, собственно, вот эта система, именно система, даже не лично Путина, систему пока не сломать шею, вот так все и будет. И будут убивать, ну, да. В 25-м году, если не ошибаюсь, один из критериев успешности губернаторов в Российской Федерации будет как раз определяться уровнем рождаемости там в регионах. Да, именно так. Это теперь в Кипяев заходит. И теперь чем выше рождаемость, тем успешнее губернаторов. Я не знаю, как они будут рождаемость губернаторов мерить. Наверное, они будут специально обученных людей посылать, собственно, делать детей. Непонятно мне, но вот да, вот так они собираются мерить. Ну, я понимаю, это в качестве маразма, но тем не менее. Вы считаете, что может дойти до уровня, ну, не знаю, введения должностей людей, которые будут, боже мой, ну что, поднимать демографическую ситуацию, улучшать демографическую ситуацию в Российской Федерации? Не, серьезно, я сейчас вроде бы как и шучу, и вроде бы как совершенно не шучу. Речь идет о нынешней Российской Федерации, нынешней власти. Вы знаете, я бы не удивилась, если бы ввели роль главного осеменителя, ей-богу, я бы не удивилась. И это ужасно, но вот сегодняшняя российская власть выглядит именно таким образом, что самые такие жуткие страницы Сорокина или Пелевина становятся реальностью. На этом фоне интересными, особо интересными звучат заявления некоторых представителей РПЦ, в частности, которые призывают детей с 7-8 лет работать, даже не так, призывают разрешить на официальном уровне детям с 7-8 лет работать, поскольку, ну, какие же они дети, они уже мужики, значит, значит, могут брать в руки орудия труда и трудиться на благо Родины. Что происходит? Ну, не хватает, вообще не хватает рабочих рук, не хватает, ну, в конце концов, их деды вставали в 14 лет к станку на ящик и делали снаряды, поэтому они-то чем хуже. Пускай тоже тренируются. Да, почему устами представителей РПЦ звучат подобные призывы? Почему они являются тем самым рупором, который разносит подобного рода информацию? Ну, видимо, до такой степени чиновники уже побаиваются, а вроде как, если попы про это скажут, вроде это не так зашкварно, да, ну, вроде как попы, они же там про людей заботятся, ну, мы знаем, о чем заботится нынче православная церковь, поэтому оно такое. Окей, каким-то образом это, каким-то образом меняет ли это отношение вообще российского общества или российского населения к представителям религиозных структур, прямо аффилированных с властными структурами, но тем не менее. Какой уровень сегодня доверия тому же РПЦ внутри России, если вы обладаете такой информацией? Мне кажется, очень низкий, да, и он все больше падает, потому что, ну, слушайте, то какой-нибудь священник кого-нибудь изнасилует, то еще что-нибудь произойдет. В любом случае к священникам как к носителям чего-то светлого, мне кажется, уже и даже относиться-то нельзя. Когда церковь благословляет убийство, ну, о чем тут говорить? Поэтому мне кажется, что и так-то уровень религиозности россиян был не слишком высок, а сейчас, ну, понятное дело, что есть какие-то такие, ну, обрядовые вещи, да, вот есть какой-то праздник, вроде как принято пойти поставить свечку, там, перекрестить лоб, но это никакого отношения к вере не имеет. А если человек и верит, то он будет верить скорее у себя дома, чем пойдет вот в эту самую церковь, которая благословляет убийство. Кто еще сегодня перенимает вот эту задачу, которая стояла изначально исключительно на представителях российской пропаганды? Кто сегодня несет в массы правильную информацию? Спрашиваю в контексте интересной информации о том, что крупные региональные телеграм-каналы и СМИ начали публиковать видео имитации ядерного удара по России. Кто, как считаете, подхватит это? Кто будет следующим рупором, который начнет подливать масло в огонь? А главное, зачем все это делать? Ну, где же, так сказать, всякие помойки типа Соловьев Лайф в Ютубчике? Не зря же Ютуб спас, опять же, канал спас. Он в Ютубе тоже есть. Ну и всякие Z-каналы, телеграм-каналы тоже есть. Поэтому где вот это распространять? Я тут недавно разговаривала со своей университетской подругой. Мы как раз вспоминали детство и школу. И, собственно, вот этот страх перед ядерной войной, он у нас еще со школы, потому что там действительно показывали всякие фильмы про последствия ядерного удара. Вот эти все документальные. Это известно. Все их уже посмотрели тоже. Но когда ты смотришь в классе в пятом или четвертом, это на тебя производит просто неизгладимое впечатление. И в этом смысле под действием этих страшилок мы выросли людьми с очень жесткой пацифистской установкой. И это еще одна тема, по которой сегодняшняя российская власть гораздо хуже советской, потому что позднесоветская власть подписывала договор о разоружении, о ликвидации на минуточку ракет малой и средней дальности, которые сейчас снова производит Путин. И вот это вот все то, что, собственно, Путин, который рассказывает, что типа он стоит и там продолжает дело Советского Союза, ничего подобного, Советский Союз после Второй мировой войны все-таки и после Карибского кризиса двигался к ядерному разоружению, в отличие от Путина, который делает все ровно наоборот. Кстати, а в действиях Кремля, в действиях Путина сейчас наблюдается некое влияние предстоящей инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа? Ну и в целом, после оглашения результатов выборов в Соединенных Штатах заметили какие-то изменения в поведении кремлевского диктатора и его свиты? Конечно. Там наблюдается страх, потому что они не понимают, что будет делать Трамп. Поэтому они пытаются максимально там что-то продвинуться как-то на украинских фронтах. Максимально что-то захватить, чтобы, когда они будут выходить на переговорный трек уже вместе с Трампом, чтобы им что-то было предъявить, показать, что они тут вот такие, захватили то, захватили все, захватили это, и отдайте им то, где они находятся. И поэтому сейчас вот эта попытка по максимуму и хуситов завербовать в армию, и северных корейцев, и кого там только не удалось где-то, так сказать, на просторах необъятного мира, кого удалось обмануть и заманить в российскую армию. Все пойдут под нож, ну в смысле, как пушечное мясо. А внутри государства, ну это больше касается действий России на внешнем рынке, а внутри государства это каким-то образом отображается, боже мой, отражается в принятии решения, не знаю, для того, чтобы закрутить гайки настолько, чтобы никто и не пикнул, вот сейчас придет Трамп, чтобы никто правду матку-то не сказал ему относительно событий в Российской Федерации. Или это все так, на уровне бреда? Ну, кстати, тут настолько все гайки закручены, что тут уже дальше-то перекручивать некуда, потому что если подкрутить еще больше, то просто сорвет резьбу, и что там будет неизвестно. Поэтому тут вопрос такой. Те, кто испуганы, молчат, те, кто хотят говорить, они все равно будут говорить, их сажают, кто-то еще говорит, поэтому все равно какие-то слабые голоса, они изнутри России доносятся. Большинство, конечно же, молчит, и пока ситуация такая и будет. Молчать, ожидать, что будут какие-то громкие голоса, можно будет только, если произойдут какие-то из ряда вон выходящие события. Например, почему они боятся объявлять новую волну мобилизации? Именно поэтому, потому что тогда могут зазвучать и совсем другие голоса, достаточно громкие. А что-то изменилось за эти почти три года, с момента начала полномасштабного вторжения? Настолько изменилась ситуация внутри Российской Федерации, что очередная волна мобилизации может привести к непредвиденным событиям для российских властей? Ну, конечно. Потому что все, которые можно было забрать за деньги, уже почти все ушли. И там просто вот этих запасов, ну, тоже надо говорить правду, достаточно маргинальных слоев уже просто не осталось. Уже всех убили. А те, кто остался, они не хотят умирать. И не хотят умирать даже за большие деньги, потому что жизнь, она бесценна. Ее нельзя оценить в каких-то там даже миллионах. Поэтому, да, все закончились. И, кстати, именно поэтому до сих пор еще не отключили интернет, до сих пор еще показывают YouTube. Потому что если вдруг что-то произойдет на этом фланге, вся молодежь, которая сегодня погружена в виртуальный мир, а таких очень много, она из него будет вынуждена выйти. А куда она выйдет? Она настроена абсолютно антиправительственно, антивоенно. И если она выйдет на улицы, то тоже Кремль это совершенно не устраивает. Поэтому, да, ситуация вовсе не такая, как хотелось бы видеть Путина. Ну, это замечательно. Ольга Владимировна, спасибо большое. Ольга Курносова, глава секретариата Съезда народных депутатов, присоединялась к эфиру Freedom. Благодарю. Freedom теперь в WhatsApp. Узнавайте всю правду о войне России против Украины и самые оперативные новости первыми в нашем канале. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.